И сегодняшняя тема нашего занятия – «Время стать заметным». Как думаете, о чем речь? Давай. О фликерах. Именно с этих слов и начался единый день знаний в средней школе номер 14 под девизом «Время стать заметным», слушателями которого стали активные третьеклассники. Правда, помимо веселой викторины, инспекторы дорожного движения проводили игры, предлагали решать различные ситуационные задачи, благодаря которым дети узнавали и запоминали правила намного лучше и быстрее. В рамках проведения единого дня знаний правил дорожного движения сотрудники госавтоинспекции всей Брестской области посещают дошкольные учреждения образования, а также учреждения общего среднего образования, где проводят с несовершеннолетними тематические программы по правилам дорожного движения. На сегодняшний день проблема детского дорожно-транспортного травматизма является актуальной. На территории Брестской области зарегистрировано 49 ДТП с участием детей и подростков, в результате которых два ребенка погибли, и 53 получили травмы различной степени тяжести. Да, статистика серьезная. Чтобы в будущем не допустить увеличения этих цифр, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическую работу, в рамках которой не только обучают детей правилам дорожного движения, но и дарят такой маленький, но очень важный элемент – фликер. По статистике, треть всех ДТП с пострадавшими приходится на темное время суток, а только такой элемент на одежде со светоотражающим эффектом может стать своеобразным оберегом от страшных последствий дорожной аварии. Начиная с первого класса, в нашей школе огромная работа ведется по изучению правил дорожного движения. Ребята нашей школы, прямо начиная с ОЗО, первое, что они изучают – это безопасный путь в школу. С этой целью классными руководителями совместно с представителями областного управления ГАИ проводятся встречи, диспуты, викторины, конкурсы рисунков, мозговые штурмы, игры-практикумы, ну и разное другое, все то, что позволяет ребенку усвоить правила дорожного движения. И результат такой работы виден. Ребята правильно отвечали на заданные вопросы, не боялись решать сложные задачи и находить верные решения, а также делились собственными знаниями. Если есть светофор, только нужно идти на зеленый, а на красный нужно стоять. Если даже моргающий зеленый есть, то тоже нужно дождаться другого зеленого, который не будет моргать. Нельзя смотреть на светофор машин. У них может загореться зеленый, а у тебя горит красный. Ты пойдешь и можешь попасть под машину. Надо носить фликеры по вечерам, а то бывает очень сильный туман. Не ходить на красный, не перебегать, когда машина едет далеко, и она едет. Нельзя перебегать. Нельзя перебегать дорогу, если нет зебры. Помимо обучающей программы в средней школе номер 14, единый день знаний проходил и в других учреждениях образования. Но несмотря на активную работу сотрудников госавтоинспекции, не стоит забывать, что самая главная роль в воспитании законопослушного участника дорожного движения, конечно же, родительская. А потому помочь снизить печальную статистику дорожно-транспортных происшествий с участием детей, обучая собственным правильным примерам, вполне реально.